Сегодня лучшего способа обезопасить себя от COVID-19, чем вакцинация, не найти. Это понимают как медицинские работники, так и жители округа. Тем более, что с начала пандемии число заболевших в муниципалитете превысило 20 тысяч. Мобильные бригады медиков ежедневно приезжают в различные населенные пункты и готовы провести вакцинацию. Сегодня мобильная бригада работала в ЖК Римский квартал. Жителей здесь немного, ведь дома были сданы в эксплуатацию не так давно. Известно, что многие вакцину боятся, ведь после ее введения возможно недомогание. Александр Савин уже давно привился двумя компонентами и причин отказываться от укола не видит. Лучше перенести небольшую температуру, чем болезнь, замечает он. Как только прививка поступила, я сразу сделал прививку. Считаю это необходимым. Мне вообще смешно, что количество интернетных каких-то выступлений и замечаний приводит людей, как им кажется, к таким научным объективным выводам. Люди развлекаются в интернете, развлекаются, создают какие-то организации, кто-то против, кто-то за. А на самом деле это всего лишь наше здоровье, я думаю, не надо рассуждать, надо каждому пойти, эту прививку обязательно сделать. Нам встретились и те, кто прививку еще не сделал. Семья Дарьи Бочкаревой долго откладывала поход на вакцинацию, о чем сегодня очень жалеет. Еще пока не прививались, потому что вот буквально как полтора месяца назад переболели дома, но не очень легко. Честно сказать, собирались прививаться, но немножко оттягивали этот момент, потому что были определенные метаотводы в семье. И сейчас я понимаю, что зря мы это делали. Вакцинироваться нужно обязательно. Это прям даже, мне кажется, не обсуждается. И ревакцинироваться, я думаю, что уже в дальнейшем это будет такая же определенная сезонность, как и с гриппом. Немногочисленные люди, встретившиеся нам в римском квартале, во мнении сошлись. Прививку сделать стоит. А пока от коронавирусной инфекции в округе привились более 62 тысяч человек. Это люди, благодаря которым формируется коллективный иммунитет. Привиться рядом с домом сегодня легко. Достаточно ознакомиться с графиком проведения выездной вакцинации. Сделать это можно на сайте Видновской больницы. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.